Типичный овервотч, это когда ты задравшись ждать очереди на дпс, включаешь аркадную быструю игру, прибываешь в пусан и выбираешь стильного сочного пастушка. Твой выбор обусловлен практическим опытом 480-часового отменивания персонажа в самых жестких замесах. В этом отношении, кого пикнули твои тиммейты, не имеет никакого значения. Тебя выпускают на арену, ты быстро выбираешь верное направление и сразу же вырываешься в стан врага, отточенными движениями вырубая снайперов оппонента. Всё по заранее продуманному плану. Затем немного растерянно бегаешь по локации вокруг оспариваемой территории, пытаясь вписаться в любой перспективный конфликт, но все почему-то быстренько разбегаются. К своему счастью, ты всё же находишь, с кем можно закуситься. Эш вернулась на свою гениальную позицию, и ты уже готов показать девчушке, почему тебя прозвали владыкой шерстяных холмов. В попытках оставить своим выстрелом хотя бы маленький черкаш на чужом организме, вы демонстрируете друг другу чудеса ловкости и гибкости, которым позавидует даже мой дед. Вы бы видели, насколько артистично грациозно и проворно он рукой вытаскивает последний солёный огурец из трёхлитровой банки. Но у вас кончаются патроны. Неловкая ситуация, и вы разбегаетесь по углам на передышку. Ты всей своей шкурой ощущаешь, что для тебя этот бой ещё не окончен. Переводишь дух, и сжав вспотевшие яйчишки в большой мужицкий кулачок, делаешь второй заход. И тут Макри сломался. Тебе не хватает всего лишь немного удачи, или просто скилла, и ты вынужден искать укрытие на вражеской территории. Но хрен знает откуда взявшийся фистер случайным образом размазывает тебя по металлическим листам внутренней обшивки этого помещения. Заход неудачный, но ты, не теряя уверенности в себе, добегаешь до центральной верхней позиции, и с удовольствием наказываешь фистера, которого уже внизу добивают твои тиммейты. А поймав волну, ты раздамаживаешь вообще всех. У тебя наконец заряжается ульта, и далее ты не просто ждёшь, ты ищешь хороший момент для её реализации. Для этого обходишь локацию со всех сторон, грациозно уворачиваешься от пульс снайперов и прямых ударов кулака, немного их понервировав. Спускаешься вниз, выбираешь хорошую точку, с которой нормально просматривается спорная территория, ведь на таймере уже 99% и ждать уже больше нельзя. Скачет сомбра и летит жнец, ты надеешься хотя бы чпокнуть сомбру, включаешь ульту, вот он черепок, и... Сука, женец оказывается быстрее, а ты не успеваешь забрать у кулака, зато есть вдова, и она полностью твоя. Небольшой приятный бонус за типичную корявую реализацию ульты на макри, у меня всё я кончил.